Юлия Баринова мечтает стать дизайнером одежды и даже создать свой бренд. Возможно, в будущих моделях найдут свое отражение неизменные атрибуты пандемии, которая стала помехой для полноценных торжественных мероприятий, посвященных окончанию школы. С одной стороны, деваться как бы некуда, таковая ситуация в стране и вообще в мире, поэтому, ну, в принципе, можно с этим как-то смириться. Санитайзеры у ворот школы, маски, перчатки и отсутствие гостей, конечно, снизили градус торжественности. Но волнения у выпускников от этого не убавилось. На пороге взрослой жизни они испытывали смешанные чувства. Есть, конечно же, и радость, потому что, ну, мы уступаем в новую жизнь, у нас новый этап начинается. Ну, и с другой стороны, немножко волнение, да, перед какой-то вот неизвестностью, как вот это все получится дальше. Ну, и грусть, конечно же. У ворот школы выпускникам повязывали ленточку, проверяли средства индивидуальной защиты. Потом старшеклассники, соблюдая социальную дистанцию, расписывались за получение аттестата, ставили подпись в график ЕГЭ. Для каждого из них была подготовлена индивидуальная ручка, которую они забирали с собой. Фотографии на память – еще один обязательный момент мероприятия. Но даже в фотозоне некоторые из них отказывались снимать маски. Вручение аттестатов продумано с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований. Вручение аттестатов у нас проходит по графику. Учащиеся распределены во времени. Они будут подходить через каждые пять минут. Заключительным этапом мероприятия стало вручение выпускникам фотоальбомов, где были собраны снимки их одноклассников и учителей. Готовились к выпускному давно. Альбомы подготовили еще в зимнее время. И не оставить пожелания в альбоме – это как будто бы выпускного не было. Праздник прощания со школой приобрел во время пандемии новый оттенок грусти. Выпускники, которые 11 лет сидели за одной партой, вместе участвовали в различных школьных мероприятиях, дружили и поддерживали друг друга, по одному приходили за аттестатом и также по одиночке уходили. Елена Грязкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.